Детская викторина Сегодня 10 станций. Одни из них есть развлекательного характера, потому что если долго детей концентрировать на каком-то определенном внимании, они не будут этого делать. Они сразу рассеиваются и мне интересно становится. Есть станции на волейбольной площадке, где они сначала бросают мяч и потом с помощью соревновательного характера они добавляют факты про Севастополь. Также есть станция на командообразование, на сплочение отряда. За познавательный интерактив сегодня отвечает Анастасия Молоченко. В детском оздоровительном лагере «Ласпи» девушка работает уже 5 лет. И за это время стала настоящим профессионалом своего дела, пройдя большой путь от практиканта до старшего воспитателя детского лагеря. Сейчас это время Анастасия вспоминает с улыбкой, ведь еще 5 лет назад она и подумать не могла, что свяжет свою жизнь с обучением и воспитанием подрастающего поколения. Теперь же, по прошествии нескольких лет, девушка не видит себя в профессии, где нет общения с детьми. Мне очень нравится здесь работать. Я не думала о том, как можно вырасти вообще, но так получилось, что видимо можно вырасти. И я очень благодарна, что здесь есть такие дети. Здесь прекрасный коллектив, который не отпускает. Вроде бы и хочется как-то в город съездить, потому что там одна движуха, здесь другая совершенно. Здесь как другое измерение. Здесь каждый 21 день что-то происходит, и каждая смена – это что-то другое, несравнимое с городской жизнью. К слову, что-то новое как раз и исходит от самих вожатых и воспитателей. Они – главный двигатель всего, что происходит на территории лагеря. Своим зарядом они делятся и со школьниками, вдохновляя их на новые свершения. Многие мечтают быть похожими на своих педагогов. На самом деле мне очень сильно хотелось бы попробовать себя в роли вожатой, только на старшем отряде, потому что с младшими это достаточно сложно. И вожатым будет достаточно интересно. Это классный коннект с ребятами. Много общего с ними можно найти, много общих интересов. Я очень полюбила своих вожатых, они мне как родные уже, как будто мы знакомы с ними очень долго. То есть мы с ними на одной волне, они нам помогают постоянно, с ними можно поговорить, свои проблемы доверить. То есть они научили нас быть дружнее, скажем так. А сейчас вам еще я загадаю загадку. Готовы? Да. Итак, этот танец так прекрасен, времени он не подвластен. Пары движутся, кружась, а зовется этот танец... Парень. А пока ребята постарше участвуют в квесте, все остальные разучивают севастопольский вальс. Педагоги детского лагеря подготовили мастер-класс по исполнению этого танца. Вместе с вожатыми ребята готовят концертную программу. Научиться танцевать сначала было сложно, а потом все нормально было. Интересно. Самое интересное, наверное, дискотеки и концерты, когда мы выступали, готовили танцы. Все детки всех наших отрядов, они очень понимающие, они понимают все ситуации. Задания выполняют просто на ура, на все 100%. И отдача от них идет такая, что ты хочешь продолжать работать, и поэтому приезжаешь сюда снова и снова. Главный секрет – это Ласпинская бухта, и солнце, море, и постоянный отдых, и работа с детьми. Сейчас в лагере Ласпи отдыхает больше 600 школьников. С ними в тесном контакте 5 педагогов-организаторов и 40 вожатых. Большинство из них – студенты колледжей и университетов. В руководстве лагеря Ласпи отмечают – севастопольская молодежь – самая лучшая. На протяжении последних четырех лет мы очень тесно сотрудничаем с Севастопольским государственным университетом. И 90% вожатых, которые работают и в Ласпи, и в Горном – это студенты Севастопольского государственного университета. Ребята здесь делятся на две категории. Первая категория – это те, кто к нам приходит на обязательную первую педагогическую практику. Вторая категория студентов – это те, кто, придя к нам на практику, душой полюбил лагеря, им понравилось, они живут жизнью лагеря. И они с нами сотрудничают на протяжении многих лет и, в общем-то, являются нашей такой, знаете, доброй базой и опорой, потому что зачастую мы их приглашаем не только в летний период, но и в осенний-зимний. Владислав Ивенин, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.